Релиз подготовлен группой Гринти в 2014 году. China Films и компания и комбо-драйв представляют. Фильм режиссера Ян Лу Братство Клинков В 20-е годы 17 века Вей Чжон Сян, главный явных и глава имперских наемников, были осуждены имперским судом на 8 лет. В то время 7-10 судей были последователями Вея, и известны как группировка Евнухов. Когда к власти пришел император Чун Чжэнь, он отстранил Вея от обязанностей и отправил его в отдаленную провинцию Феньянь. Хотя Вей потерял власть, группировка продолжала существовать, и Чун Чжэнь приказал арестовать всех ее членов. «Мастер, ма, правда ведь холодно? Большая миска лапши была бы кстати, согласна со мной. Большая миска лапши, говоришь? Такое-то время, только два типа людей болтаются по улицам, помимо ночных стражей. Есть такие, как мы, неудачники, призванные следить за порядком. А есть... Что вы там увидели? Покажись. Имперский ассасин! Что там такое? Бежим! Скорее! Арест одного из членов группировки Евнухов, Суси и Чуна, имперскими ассасинами. В пять часов. Запомни! В пять часов. В пять часов. Возьми Сия Чунь с собой в Си Джи Мэнь. И передай письмо господину Цао. Покинете город на тележке. Запомнил. Что это такое? Почему вы не одеты как следует? Невестка, в чем дело? Господин Чэнь. Я из северного подразделения Чжэн Фу. Я Шэнь Льян. Не стоит так волноваться. Я и не волнуюсь. Господин Шэнь, даже имперским ассасинам необходимо основание, чтобы врываться в мой дом. Вы сами прекрасно знаете, почему я здесь. Господин Шэнь. 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 Господин Чэнь, у него осталась только одна рука. Не желаете её сохранить? Вы знаете, чего я хочу. Тогда арестуй меня. Я хорошо знаю твои методы. Я смогу вынести все пытки. Не трогай мою дочь. Ей всего 14. Не трогай мою дочь. Ей всего лишь 14 лет. Она станет крутизанкой в академии только потому, что вы скрывали у себя члены группировки. Где Су Си Ян Чунь? Скажите мне. Я тут же покину ваш дом. И никогда не вернусь. Не молчи. Господин! Вперёд! Господин Чэнь, окажите мне услугу. И ваша семья не пострадает. Господин Су, пройдёмте с нами. И ГОЛОЕ ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ХОЛОЕ ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Бегите, господин. Мы вас прикроем. Лу Цзянь Син, я знаю, почему ты это делаешь. Все потому, что я не повысил тебя до ранга, Байху. Лу Цзянь Син, отпусти меня. Если отпустишь, я повышу тебя. Обещаю. Лиань, Ючуань. Эй Джон Ся, она уже нет. А его бывший командир все еще могуч и при власти. Цзянь Син, корни этой группировки глубокие. Те мерзавцы поднимаются все выше, а мы трое продолжаем выполнять грязную работу. Ты прав. Но, боюсь, нам придется еще столкнуться с кое-чем более опасным. Эй, Лиань. Тут такое дело. Я понял тебя. Ли Цзянь, да? Ты не можешь вечно так жить. Мой господин, уже поздно. Приходите завтра. Идите, ложитесь в постель. Ой, мне уже скоро на работу нужно. Вы занимательный. Из всех посетителей только вы платите деньги, но не ложитесь со мной. Мне этого достаточно. Из всех домов сегодня я выбрал именно этот. Та девка Джо прибралась и уже ждет меня? Я скоплю денег и выкуплю тебя. Прошу вас, господин. С вашим-то доходом. Вы, наверное, шутите. К тому же этот. Дом терпимости принадлежит академии. Без официального разрешения. Отсюда никому не выбраться. Господин Цзянь, окажите мне услугу. Помогите мне освободить одну из куртизанок академии. Уже светает? Мне пора. В следующий раз не переодевайтесь. Я думал, тебе не понравится моя форма. Здесь и так все знают. Что вы имперский ассасин. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Су. Что такое? Боишься, что твои меня заметят? Не стоит волноваться. Они уже очень далеко отсюда. Су. Вот, возьми и уходи. Это лучше, чем ничего. Это в последний раз. Больше не приходи. Думаешь, если носишь эту форму, то смог стать уважаемым человеком? Был вором. Вором и останешься. Это твоя тайна. Всегда будет меня кормить. Думаешь, шучу? Даю тебе три дня, чтобы собрать 100 серебряных лян. 100 лян? 100 лян. В год я зарабатываю только 20 лян. Откуда мне взять 100 лян? Торгуй своей задницей. Есть же несколько чиновников, которые очень любят мальчиков. С твоей-то внешностью 100 лян проще некуда. Снова попытаешься меня убить? Понять никак не могу, что в тебе такого особенного, что хозяин выбрал тебя, а не меня. Три дня. Господин Лю Цзяньсинь, а ты ранняя птичка? Я со вчерашнего дня здесь. Домой не ходил. А господин Су? Су Сяньчунь под арестом? Да. Это всё благодаря вашему плану, господин. Во всём только ваша заслуга. Так я написал в своём отчёте. Прекрасно. Ещё слишком рано для работы. Пойди отдохни. Ещё что-нибудь? Да. Вообще-то мы уже говорили с вами по этому поводу. Я о своём повышении. Я знал, что ты здесь в такую рань не просто так. Я ещё не решил. Господин, я дал вам серебра для взяток. Даже за прошлую ночь дал в долг. Лю Цзяньсинь, что же ты за человек? В таком случае мне не нужны твои деньги. И хватит надоедать мне своим повышением. Господин. Мои извинения, господин. Я не хотел вас обидеть. Прошу простить. Дело в том, что мать каждый раз спрашивает меня, когда я займу должность отца. Достаточно. Серебра, что ты дал мне, хватило лишь для господина Цзяньху. А подкупать нужно практически всех. Или... Ты принесёшь мне ещё серебра. Или... Наберись терпения. Господин Чжао. Господин Чжао. Кто из них льует Цзяньсинь? Ты знаешь, когда Вэй Чжан Сянь покинул город? Ваше превосходительство. Позавчера. Если сейчас отправишься, то сможешь поймать его. На быстром скакуне к полуночи буду в провинции Фучэнь. Всё? Отлично. Отправляйтесь втроём. Ваше превосходительство? Его величество хочет смерти Вэя Чжан Сяна. Ваше превосходительство? Почему именно мы трое? Только посмотрите, на кого вы похожи. Не верится, что вы члены группировки. Господин, провинция Фучэнь прямо перед нами. Охрана стоит у всех четырёх ворот. И мы же не проскочим. Тогда разделимся. Проверим все постоялые дворы. Вон, как вы смеете нас вышвыривать. Вэй Чжан Сян, скорее всего, там. Не вздумай подавать сигнал. Только мы втроём с этим никак не справимся. Когда нам с вами поручили это задание, все там, наверное, обзавидовались. Чжан Иин тоже не очень-то рад. Скорее всего, среди нас есть заглядник. И у него цель сорвать наше задание даже ценой наших жизней. Пытаешься удостовериться, что вся слава достанется нам? Значит, всё именно так. Лиан, неужели тебе не осточертела такая жизнь? У нас нет ни денег, ни связей. Всё, что нам нужно. Всего лишь возможность. Возможность подняться. Ичуань, что думаешь? Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Как вы, мерзкие людишки, посмели ворваться к нам? Убить их. Госпожа, это имперские ассасины. Их всего трое. Нечего бояться. За каждую голову получите по 10 лянь. Попробуйте. Убить их. Заблокируйте ворота. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Наверх. Хорошо. Господин Уэй. Многоуважаемые офицеры, даже если вы отрежете мне голову, это не решит всех остальных ваших проблем. О каких проблемах вы говорите? Почему этот мальчишка Чон Чжань хочет убить меня? Неужели я заслужил смерти? Вы недооцениваете его величество. Я держал власть в своих руках целых восемь лет. Сейчас у меня её отобрали. И всё, что у меня осталось от тех времён – куча денег. Бандиты и Маньчжура притесняют наши границы. И всё, что нужно его величеству – это деньги на армию. Поэтому он не спускает глаз с меня. Если вы не принесёте ему мои деньги, вам тяжело придётся. А если убьём вас, мы принесём ему все ваши деньги? Четыреста золотых лям. Четыреста золотых лям. Откройте ворота. Сколько лям в год вы получаете? Всего одна горсточка. Равно вашему доходу за 30 лет. Не убивайте меня. И это всё будет вашим. Из-за них меня убьют. А если вы убьёте меня, мои последователи будут убивать вас одного за другим. Выжить не получится. Эти деньги. Возьмёте – умрёте. А не возьмёте – всё равно умрёте. Почему бы нам не сделать обмен? Господин Шэйн. Вы меня знаете? Я был главой секретной полиции. Мы обо всех всё знаем. Начиная от командиров и заканчивая жалкими солдатиками. Я знаю о каждом из вас. Вперёд! Убить их! Давайте заключим сделан. Я расскажу, куда спрятал остальные деньги. Принесёте их, и ваша миссия успешно завершится. Лиан! Лиан! Цзянсинь! Сзади! Решайтесь уже! Иначе двое ваших друзей не протянут долго. Это всё ваше. 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 Кто тебя подослал? Он всего лишь пешка. Прямо как и ты. Госпожа, наверху пожар! Наверх! Вэй Чжун Сян мёртв! Явну мёртв! Опустите своё оружие. Ваше превосходительство, позвольте представить нового главного секретаря, господина Хан Куаня. Поприветствуйте его. Господин Хан. Это и есть? Евну Хвей. Да, открывайте. Тело сильно обгорело. Как я могу быть уверен, что это он? Вот его табличка. Как он умер. Поджег себя. Ты видел это своими собственными глазами? Да. Почему ты тогда его не остановил? Его величество хотел убить Евнуха самолично. А ты привез ему горстку пепла. Наличие таблички не является доказательством, что это он. Ты даже меня не убедил. Что говорить о его величестве? Господин Хан. Что вы такое говорите? Вы полагаете, что эти трое имперских ассасина привезли вам труп кого-нибудь другого? Господин. Но вы не посмели. Как по мне, это правда труп Вэя? Целая куча ассасинов видели, как он сам себя поджег. Кто бы мог посметь... Провернуть такое у всех перед носом? Это ведь самоубийство. Господин Чжао. Его величество, пусть и очень молод, но достаточно умный. Если вы решили ему служить, то должны быть сверх внимательны ко всему. Если что-то пойдет не так, нам не жить. Я понял. Вы правы, господин Хан. Спасибо, что заступились за нас. Мы вам очень благодарны. Достаточно. Идите, отдохните. Хорошая работа. Я за вас замолвлю словечко. Благодарю ваше превосходительство. Но в следующий раз не будь таким бесцеремонным. Только тебе известно, видел ты Вэя или нет. Вперед! У вас проблемы с легкими. Кашляете кровью. Кожа сухая и очень слабый пульс. Мастер Джин. Вы хорошо спите по ночам? Мастер Джин. Что? Я спросил, хорошо ли вы спите? Я сильно потею. Я так и думал. Подождите, мастер Джин. Я выпишу вам лекарства. Меня зовут Джин. Джин и Чуан. Я знаю. Дорогая. Если ты уже закончила, заходи в дом. Хорошо. Что это? Связанные вместе мускус, гвоздика, сандал и барниол. Носите с собой. Это от кашля. Спасибо. Я Джан Янь. Только не говорите отцу. Он не любит, когда я использую свои собственные рецепты. И Чуань. Бегу. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Вэй Тин, а у тебя крепкие нервы. Практически все ищут членов группировки. А ты возвращаешься в столицу. Чинчжон. Только посмотри, как ты скрываешь свои обвинения. А ты стал смышленым. Крестный. Ты все-таки жив. Как видишь, я не умер. Но тебя это совсем не удивило. Когда я увидел тот труп, я понял, что это вовсе не ты. Поэтому и не удивлен. Как обстоят дела в секретной полиции? В руки его величества попали все документы секретной полиции. Мне кажется, он намеревается закрыть ее. Секретная полиция существует уже около двухсот лет. Не думаю, что все закончится в период моего правления. Ты же как раз сейчас возглавляешь секретную полицию, да? Ты правильно осведомлен. Его величество только назначил меня. Это пропуски. Да. Они тебе очень даже понадобятся. Хочешь избавиться от меня? Все не так. Ты ведь узнал тот труп. Ведь так? Это был мой слуга. Тин узнал, что... Его фамилия была Джао. И вы из одного города. Крестный. Твоя охрана мне не ровня. Если начнется бой, мы с тобой оба проиграем. Разве ты не хочешь убить меня? Я думал, ты безрассудный. Сынок. Сынок. Ты же хочешь меня убить? Только чтобы не ввязывать во все это. Я ведь прав? Имперские ассасины знают, что я жив. Убей их ради меня. Крестный. Этот Хан Куан уже что-то подозревает. Если мы начнем действовать, боюсь, он камня на камне не оставит. Убей Шэнь Льяна. Я сразу же исчезну. Вот только тогда ты будешь в полной безопасности. Меатон. С этими деньгами я могу освободить тебя. мы поедем в Су-Джоу. И там ты сможешь делать все, что захочешь. Что скажешь? Меатон, скорее. Господин Шэнь ждет нас внизу. Мадам, налейте ему выпить. Я угощаю. Меатон. Почему ты до сих пор здесь? Меня ждет посетитель. Не отпущу тебя. Кто бы там ни был, я выпровожу его. Ничего не выйдет. Это имперский ассасин. Терпеть их не могу. Они носят мечи, подаренные его величеством. Их руки в крови невинных людей. Этот не такой. Он говорит, что освободит меня. Ты влюбилась? Не глупи. Мне не нужны его деньги. Я только хочу, чтобы ты выкупил меня отсюда. Меатон, я почти насобирал сумму, достаточную для твоего освобождения. Мы поедем в какое-нибудь красивое место и будем жить там. Вы оба, может, уже прекратите? Почему ты здесь? Мадам Сюэ, я заплатил вам за это время. Но! Все. Себе пора идти. Меатон, господин Шэнь уже ушел. Меатон, господин Шэнь не должен узнать о вас с мистером Янь. Ты же не хочешь рассердить имперского ассасина? Вот. И Чуань, примерь. Давай. Спасибо тебе. Лиан пришел. Лиан. Лиан. До дна. Будем. Ты ходил повидаться с мист Чжоу? И Чуань. Да? Какая интересная вещица у тебя на поясе. Откуда она у тебя? Ладно тебе. Лиан, ты же был тогда со мной, разве нет? Вот гаденыш. Рассказывай. Заглядываешься на дочь лекаря? Ты ходил к лекарю? Зачем? Берегись. Кто это были? Сложно сказать. Даже когда мы шли домой, за нами следили. Мы должны быть внимательны. Может быть, кто-то из группировки Евнухов хочет отомстить Завэя. Если это так, нам нельзя оставаться в столице. Они видят нас, а мы нет. Цзянь-зинь, почему бы нам не попросить начальника о переводе в Нанцзинь? Нанцзинь? Лиан, впервые вижу тебя таким испуганным. Что происходит? Цзянь-зинь, хоть раз послушай меня, хорошо? Вэй Чжон-сян, сам себя поджег. Да, он сам себя поджег. А если ты уедешь, что будет с мисс Джоу? Я найду способ забрать ее. Только тебе известно, видел ты Вэя или нет. Значит так, останемся здесь и понаблюдаем. Что ты думаешь? Сделаю, как вы оба решите. Ладно. Цзянь-зинь, прекрати. Говорил тебе не ходить одной. Если бы не я, они бы тебя поймали. Не жди от меня благодарности. Тебе, крестный, сказал закончить с этим побыстрее. У меня свои планы. Ты знаешь о Янь Пэйвей? Главнокомандующей имперского суда. Верно. Он также член золотых клинков. Имперские ассасины. Сегодня вы должны арестовать указанных здесь лиц. У него есть несколько десятков последователей. Все они хорошо обученные бойцы. Лью Цзянь-зинь. Я. Шэнь Льян. Я. Оба идите со мной. Мы направляемся к Янь Пэйвею. После убийства Важно не оставить никаких следов. Командир, мы уже одного ждем. Может, нам ворваться? Мы пришли по душу только Янь Пэйвея. Зачем врываться? Резью хотите устроить? Может, кто-то хочет пойти за ним? Цзянь-зинь. Здесь что-то не так. Не ходи. Чего же вы боитесь? Неужели золотые клинки настолько сильно вас пугают? У кого хватит смелости противостоять имперским ассасинам? У меня есть приказ. Кто бы ни схватил Янь Пэйвея, получит продвижение по службе. Лью-цзянь-зинь. Не желаешь воспользоваться этим? Вы двое оставайтесь. Я сам пойду. Господин, чем могу вам помочь? Я офицер гарнизона Лью-цзянь-зинь. Пришел встретиться с господином Янем. Я сын Янь Пэйвея. Янь Чжунбин. Моему отцу не здоровится. Он не принимает посетителей. У меня приказ привезти господина Яня в подразделение на допрос. Распоряжение суда. Молодой господин, вам лучше меня впустить, если не хотите, чтобы командир Байху убивал всех на своем пути. Так как? Хорошо. Прошу, проходите в дом. Присутствие имперских ассасинов немного пугает их. Прошу вас, не обижайтесь. Отец. Чжунбин, что ты делаешь? Отец, я видел распоряжение суда. Они считают тебя членом группировки. И что из этого? Если мне и предстоит предстать перед судом, я все равно не виновен. Чего мне бояться? Попади только в темницу, они выбьют из тебя все признания. Почему бы нам их не связать и не сбежать? Замолчи. Ты предлагаешь мятеж? Отец. Господин Яль, мы знаем, что вы не являетесь членом группировки. Это должно быть ошибка. Верен, судья очистят ваше доброе имя. И я надеюсь, что вы пройдете с нами. Я несомненно пройду с вами. Но не могли бы вы не трогать мою семью? Отец. Можете не сомневаться. Я скоро вернусь. Отец. 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 Убейте их. Давай сигнал. Командир, там кажется драка. Мы идем на подмогу. Ты что, вздумал указывать мне? Никак нет. Никто туда не войдет. Забаррикадируйте ворота. Не позвольте ни одному члену группировки выйти. Дождитесь, пока все там не утихнет. Откройте ворота. Друзья, отройте ворота. Зянь-си, ворота забаррикадированы. Всем прекратить. Семья-си. Зянь-синь! Ичуань, здесь! Лиан, здесь! Давайте закончим начатое, а потом пойдём выпьем. Стрелы! Ваш чай – ваше превосходительство. Раз-два, раз-два, раз-два. Ваш чай! Аааа! Аааа! Ааа! Грррррррррррррррржа. Давай, смотри! Держи! Ку! Причинаем. В чём именно? Мы провинелись. Почему ничего не слышно? Открыть ворота! Ваше превосходительство, все трое выжили. Субтитры создавал DimaTorzok Чёрт! Чёрт! Кто? Кто там? Офицер Шэнь, хотите напугать меня? Я не пытался. Даже не пытался. Особенно после того, как Чусь сегодня не погиб. Это не я. Я не приказывал баррикадировать ворота. Понятия не имею, что замерзавец отдал такой приказ. Я сказал им открыть ворота. Это правда не я. Я понял. Мы втроём позаботились о Вэй Джон Сяне. Естественно, что группировка хочет нашей смерти. Мы не можем больше оставаться в Пекине. Поэтому я прошу, переведи нас в Наньчжинь. Три столян. Не вопрос. Четыре. И в Наньчжинь. Надеюсь, Дзян Синь получит повышение. Конечно. Шэнь Ильян. Давай оставим этот разговор только между нами. Давай. Господин Шэнь. Мастер просил передать вам это письмо. Отец, выпей чаю. Господин Джин. Попейте чаю. 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 Более чем уверен, что полиция очень даже заинтересуется такой историей. Сто лян. И оставляешь Ичуаня в покое. Бери деньги и проваливай. Не ожидал, что господин Шэнь так богат. День Су. Благодаря тебе я такой. Ты прекрасный мечник. Но тебе не одолеть ассасина. Благодарю. Ты все знал, Ичуань? Мы как братья. Я не буду спрашивать тебя о День Су. Но взамен не спрашивай меня о деньгах. Договорились? Да. Дзян Синь. Дзян Синь. Господин Хан устраивает званый ужин. Мы тоже приглашены. Лиан. Ты скрываешь что-то от меня? Почему ты так решил? С тех пор, как мы вернулись, я понял, что что-то не так. Мне интересно, когда на постоялом дворе, что все-таки произошло? Дзян Синь. Я никогда не предавал ни тебя, ни Ичуаня. Моя совесть чиста. Я верю тебе. Господин Хан приехал. Господин Хан. Господин Джао. Прошу, садитесь. Благодарим вас. Офицер Лью. Ваше превосходительство. Почему вы забились в углу? Подойдите. Садитесь здесь. Ваше превосходительство. Я всего лишь обычный солдат. Я не заслуживаю сидеть за одним столом с вами, господином Джао. Что за чушь? Сегодня для вас особенный день. Вы должны сидеть здесь. Что за особенный день? Я не понимаю. Офицер Лью выполнил приказ его величества и убил Вэй Чжэн Сяня. Это еще не все. Сегодня он вышел невредимым из боя в резиденции Яня, а также схватил сына Яня живым. Это вторая заслуга. Командир Джжэн Фу. Что вы только что сказали? Ваше превосходительство. Офицера Лью стоит повысить до командира Бай Ху. Согласен. Поздравляем, господин Лью. Завтра вы станете офицером шестого уровня имперского суда. Вы просто обязаны сидеть за этим столом. Слушаюсь. Ваше превосходительство. Вообще-то была одна забавная история. Господин Лью был настолько нетерпелив, что дал три столян Джжан Иину для подкупа нужных ему людей. Но это было необязательно. господин Лью. Прошу, не обижайтесь. Здесь собрались только друзья. Не смущайтесь. Да, и не едьте в Нан Цзинь. Нам нужны такие, как вы. Вы все трое здесь будете всем обеспечены. Нан Цзинь? Джжан Инь сказал, вы просили его о переводе туда. Блюда здесь достаточно простые. Поэтому я подготовил для вас маленькое представление, чтобы добавить вкуса к еде. Кстати, господин Лью, где вы взяли три столян на взятки. Господин Лью, вы убили Вэя Джон Сиана и принесли все его сокровища. Бывают случаи, когда имперские ассасины оставляют кое-что из себя. Я прекрасно вас понимаю. Я просто хочу сказать, что не стоит тратить деньги впустую. Это должно. В любом случае, ваше. Через три дня мы проведем вскрытие тела. Если подтвердиться, что это труп Вэя, его величество объявит на весь мир, что группировка явнухов уничтожена. А сейчас давайте все выпьем. господин, да? Разве можно обследовать тело в таком состоянии? Вэй столько лет пил эликсир, что мы сможем найти его в костях. Все это обследование тела простая формальность. Незачем волноваться. вы правы. Господин Лью, завтра вас ждет повышение, а вы даже не радуетесь? Вас что-нибудь беспокоит? Нет, ничего. Я очень польщен. Отлично. Какой же ты на самом деле? Хороший или плохой? Мне нужно было выжить. Как бы ты поступил на моем месте? Я знаю, что вы, ребята, сколотили немалое состояние. Отдайте мне половину. Иначе я каждый день буду рассказывать твою историю у стен секретной полиции. Сью. Какое еще состояние? У нас ничего нет. Господин Чжао, вы знаете, кто я? Нет такого человека в городе, который бы вас не знал. Совсем неплохо. Ваше превосходительство. Эта флейта семейная реликвия. Прошу прощения. Цзэн Синь. Есть кое-что, что я... Цзэн Синь! Говори! Цзэн Синь! Остановись! Зачем ты заплатил за мое повышение? Откуда у тебя столько денег? Говори! Ты мой названный брат и так меня поставил? Говори! 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 Цзэн Синь, остановись! Ян, скажи ему правду! Отсевись! Ичуань! Что с тобой? Ичуань! Ничего страшного. Вэй Чжун Сян не погиб. Это как? Все, что он мне отдал здесь для Цзэн Синя, для Ичуаня и для Меатон. Я и подумать не мог, что все так обернется. Получается, все наши неприятности были из-за того, что Вэй Чжун Сян хочет нашей смерти. Я бы хотел попросить тебя одолжить мне нескольких солдат. Джао Цзэн Джон, ты уже наломал дров. Как смеешь просить солдат? Цзэн Синь, Лиан, думаю, на нас вчера напал господин Джао. Хан Куан проведет вскрытие через три дня. Те трое должны исчезнуть уже послезавтра. Ичуань, не говори, если не уверен. Я видел рану от стрелы на его руке. Стрела твоего арбалета отличается от других стрел. Я хорошо рассмотрел форму раны на руке господина Джао. Крестный, в течение 24 часов я принесу тебе их головы. Чжин Джон, ты же ничем не выдал уже себя. Или я ошибаюсь? давай сбежим с тобой вместе. Для тебя больше нет места в Пекине. не хочешь? Ичуань, сдай меня властям. Во всем только я виноват. Я не могу и вас втягивать в это дело. Дочь лекаря хорошенькая, позаботься о ней. Те, кто надеется на удачу, обычные игроки. А ты не очень хороший игрок. Крестный. Я готов испытать свою удачу. Дзяньсинь. Выполни мою просьбу. Выкупи Меатон. Пойдемте. Нужно покинуть город. Умирать не обязательно. Будем мирно жить где-нибудь еще. Ичуань. Да, иди собери свои вещи. Завтра покинем город поодиночке. Понял. Мы должны покинуть город до темноты. Ваше превосходительство. Вы превосходный боец. Убейте кое-кого. 200 лян. Здесь аванс 100 лян. А кого нужно убить? Офицеры из подразделения Цзэнфу. Джин и Чуаня. Кого? Разве вы не в курсе, что мы учились у одного мастера? Таким, как ты. На это наплевать. Я не об этом. Этот человек очень дорог мне. Он мне как родной брат. Заплатите больше. Я король обезьян. Преподам тебе сейчас урок. Метон. Содержимое необходимо менять постоянно, или оно не поможет. Приходите раз в три дня, я буду менять. Мне нужно уехать прямо сегодня. Вы пришли к лекарю? Мой отец ушел к пациенту. Ничего страшного. Я могу подождать. Это вам. Письмо о помиловании. Как вы его получили? Я пришел, чтобы освободить вас. Я покидаю город. Поехали со мной. Только так я получу свободу. Я пришла к вам, чтобы попросить об услуге. Есть чиновник по имени Янь. Слышала его сын Янь Цуньбинь. Сейчас в тюрьме. Помогите освободить его. Это мы поймали Яна Цуньбиня. Мы трое тогда чуть не погибли. Его рука… Что с ним? Ничего. Я могу дать денег на взятку. Прошу, вызволите его. Не стоит разбрасываться деньгами. Это мои деньги. Мне решать. Я никогда вас не просила. Только один раз. Это имперская тюрьма. Если вызволите его, я поеду с вами. Когда он прочтёт письмо, он вам поверит. Лиан! Лиан! Мисс Джоу едет с нами. Который час? Три часа. Останься с мисс Джоу. Ты куда собрался? Ворота будут открыты ещё четыре часа. К тому времени я вернусь. Слушай сюда. У меня ещё много бутылочек с лекарством. Признавайся. И закончатся твои страдания. Хватит уже с ним возиться. Дай ему ещё парочку. И пойдём спокойно домой. Офицер. Командир приказал вскармливать ему это. Прогуляйся. Но как же? Ты меня здесь не видел. Вперёд! 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 Господин Янь. Я Шэнь Ян. Друг мисс Миатон. Она попросила вызволить вас. Миатон. Она написала письмо. И просила передать его вам. Я ничего не вижу. Господин Шэнь, прошу. Прочтите мне это письмо. Прошу. Чжун Бину. За всё, что с тобой сделали, однажды они ответят. Прошу, не сдавайся. Как-то ты сказал мне, что отвезёшь меня в красивое место. Я буду ждать тебя. Поднимайтесь. Нам нужно бежать. Это Лиан. Ты к господину Шэню? Его здесь нет. Я не к господину Шэнь. Один господин попросил меня передать кое-что господину Джину. Приготовьте мой паланкин. Мы едем в госпиталь. Как скажете. Ваше превосходительство. Господин Хан отправился в госпиталь. И Чуань. Есть ещё время. И мы можем успеть. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Господа, на закате мне необходимо отбыть подразделение. Не присоединитесь ли вы ко мне? Господин Байху. Почему именно сегодня на закате? Принять своё наказание. Прикажи Тиню. Приготовиться. Слушаюсь. Где Миатон? Я пришёл выкупить её. Лекарь Чжань. Ну до нее。 Везведи. Звукोтали! ДОНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Отпусти её Слышал, люди говорят, что ты бы никогда не убил лекаря Но у меня не было выбора Кое-кто заплатил мне за твою голову Очень много заплатил Я всё равно хотел тебя убить Так почему бы ещё и не заработать? Тогда не будем тянуть время Ты сделал хороший выбор Эта девушка Лакомый кусочек Почему не собралась? Как там? Господин Янь Ну и ладно, не нужно собираться Я куплю тебе всё новое Что там с господином Янем? Миатон Я уже выкупил тебя Нам нужно спешить Ворота скоро закроют Где господин Янь? Что с ним? Я одной ногой в могиле Сложно представить, что ещё они могут мне сделать Не жди его Он мёртв Я тебе не верю Ты говоришь так, чтобы я поехала с тобой Я подожду его Я не лгу У меня есть одна просьба Прошу Убей меня Я убил его Он умолял меня сделать это Если ты умрёшь Что я тогда ей скажу? Ты отрубил мне руку Убей меня И мы будем квиты Ты знал, что это я Передай Миатон Что ей не нужно меня ждать Мы должны поспешить Это единственный шанс Миатон Пойдём Мне было двенадцать Когда имперские ассасины ворвались в наш дом И они были теми Кто привёл меня сюда С первого дня, как я увидела тебя Я тебя боялась Я ненавидела твою форму Так же, как и твой меч Думаешь, ты мне нравишься? Я боюсь тебя Знаю Ты был добр ко мне Относился не так, как все Но я не могу стыреть из памяти Я запомнила твоё лицо В день убийства моей семьи В день убийства моей семьи Я видела тебя Ты взял моего отца под стражу Должна я тебя ненавидеть Я не хочу КОНЕЦ 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 ГОСПОДИН ХАН ГОСПОДИН ХАН Господин Хан, Костя не те. Слишком молодые. Это не Вэй Джунсян. Твоя смерть позволит крёстному жить. Спасайся, пока ещё можешь. Лю Цзэнсинь, ты предал его величество. Бросай своё оружие. Убить его. Убить его. Миатон, я отнесу тебя к лекарю. Оставь меня. Джин Ичуань отправился к лекарю Байлу. Пойди, найди его. Почему ты не убил Вэй Джунсяня? Хотел жить. Как я вижу, ищешь смерти. Ваше превосходительство. Вы попались. Ну и что? Если я убью всех вас троих, я всё равно завтра стану командиром тайной полиции. Пойди, найди, 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 найди. Ты умрёшь. И не только ты, но и эта женщина. Ты умрёшь. Продолжение следует... 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Идите на юг. В Су-Джоу. Когда доберетесь, зайдите в переулок Цзитя и найдите второй двор слева. Твоя Джоу Мьятон и та девушка Джан, они обе там. Спасибо, не стоит. Если бы ты не убил Джао Цзинь Джона, я бы вас обоих прикончил. Два. Субтитры сделал DimaTorzok СИНСКИЙ Цзяньсинь, да? Когда мы уедем из Пекина, куда бы ты хотел отправиться? Я? Суэнчжоу. Почу матери показать океан. И большие корабли. Лиан, а ты? Суэнчжоу, наверное. Хватит о нас. Ичуань, куда ты бы хотел поехать? С северным границем. Слышал, там очень тихо. Интересно, каково это находиться среди малого количества людей? Релиз подготовлен группой Гринти в 2014 году. Перевод на русский Виктория Широкова. Работа со звуком Ольга Гринтиева. Закадровый текст читали Дмитрий Познанский и Елена Егорова. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова. Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 ДимаTorzok